Сегодня желающих затюнинговать транспортное средство в салонах нет отбоя. При этом есть и те, кто не прочь довести авто до совершенства в условиях собственного гаража. Кирилл Антонов разыскал одного, вернее одну из любительниц, не столько быстрой, сколько красивой езды. Марта Полянская свой первый автомобиль собрала в 13 лет. Еще будучи семиклассницей, вместе с другом, вооружившись инструментами и терпением, буквально по запчастям, они собрали 14-ю. С той поры прошло уже 10 лет. Сейчас на счету Марты по меньшей мере полсотни машин, которым девушка приложила свою руку. Сегодня она занимается модернизацией своего личного автомобиля. Toyota Celica изначально была белого цвета, но при помощи друзей Марта смогла преобразить ее до неузнаваемости. Обтянула фиолетовой виниловой пленкой с алмазной крошкой. Работа очень кропотливая, безумно тяжелая. Мне помогал мой брат. Основные детали я делала сама, потому что времени ни у кого не было. Ну и все, за первый раз, в принципе, получилось неплохо. Неплохо – это скромно сказано. За мастерство на автоконкурсе этого года девушке вручили диплом как обладательницы одного из лучших автомобилей. И расклеенные повсеместные изображения кошек подчеркивают индивидуальность хозяйки машины. Очень много лет назад мои друзья сказали, что я веду себя как кошка. Это было очень давно, что у меня кошачьи безумные глаза. И почему-то оно вот так ко мне прям приспособилось. Сама девушка считает, что женская рука как нельзя лучше подходит для внешнего тюнинга. Одной из самых сложных частей в процессе преображения стал капот. По стразинке просто нанося точечно клей. Я пинцетиком выкладывала каждую стразинку. Я захотела кошечку из страз. Думаю, почему бы и нет. Думаю, ни у кого такого нет. В принципе, получилось красиво. Поэтому на автоэкспо, наверное, за это и дали мне диплом. По признанию девушки, она готова часами напролет проводить у своей машины, которой, говорит, относится как к ребенку. И когда вложено столько физических и душевных сил, мысль погонять на ней, особенно в условиях города, даже в голову и не приходит. Да и вообще быструю езду по городу мастерица не приветствует. По нашим дорогам мне скорость не нужна. Это город. Везде люди, кругом дети. Я свою жизнь люблю, люблю свою машину. Я не воспринимаю это. Когда люди превышают скорость, начинают на огромных скоростях летать по городу, это не мое. В ближайшее время марта планирует довести до идеала дизайн машины и привнести ряд новшеств. Каких именно, она непременно обещала рассказать через пару месяцев. Кирилл Антонов, Александр Беляев, Вести Волгоград.